Молодежка В сериале сыграли Макар Запорожский, сын известного актера, и Евгений Кулик. В школу 1241, с углублённым изучением английского языка на тот момент, музыкальную школу ДМШ номер 80 имени Блажевича по классу тромбона, школу акробатики с первым юношеским закончил, потом поступил в ГИТИС, Российскую академию театрального искусства на тот момент, в Решерский фактет, в Мастерской Олеговича Кудряшова, закончил 4 года актерскую группу, год отслужил в армии, потом через полгода прожив на иждиверии зарплаты. Я на платье жены поступил в театр Майковского, служу по сей день. Разрешите вам представить, хотя многие уже с ним сталкивались на льду, Игорь Дрозд, капитан молодёжной сборной России. Здорово, парни. Экс-нападающий клуба «Кристалл». Кстати, по набранным очкам находится на пятой строчке в лиге, так что прошу любить и жаловать. Ну что, ты готов? Конечно. Знаком с этим человеком, наверное, из нашего проекта, ну если не считать Ваньки Дубровского, который, да, Назаров, вот он, наверное, второй. Он второй. Из молодёжки? Из молодёжки, да. Кого я узнал, за кем я следил, за кто мне был очень интересен. По одной причине. Потому что, когда начиналась сниматься пилотная серия, до этой пилотной серии, я пробовался на роль Щукина-младшего. Это вот. Это вот на роль, которую, собственно, сыграл Макар. И в итоге так всё сложились, карты, пассианцы, что эта роль досталась Макару. Я даже рад, потому что моя дрозда, то есть кулик превратился в дрозда, в итоге досталась мне в другом сезоне, я рад. Поэтому с Макаром, вот я, он со мной, может быть, и не был знаком. А мне было интересно, кто ж ты такой, а как же, как же ты там лучше, эта чертяка-то, а? Вот, ну вот смотрел, не лучше. Всем привет! Какие люди! Держи краба! От школы меня посылают на область. Вообще-то я на тебя рассчитывал. Но я подведу же всю школу, Сергей Петрович. Так ты команду подведёшь. Я помню точный момент, когда он поймал моё сердце в капкан. То есть, когда есть черта у Евгения Александровича, перед которой я просто преклоняюсь. Я за это, я ему уже говорил об этом не раз, и я восхищаюсь этим, что вот Женя, его можно унижать сколько угодно. Да, а он не унижается, представляете? Он не унижается. И это, ты, ты говоришь ему правду в глаза. Вот всё, что о нём думаешь, даже чуть-чуть ещё это всё делаешь вкусным. Чтоб совсем был. И у меня есть, спасибо. А он улыбается тебе в ответ, и ты в этот момент, боже, спасибо тебе, что ты не позволил тебе это сказать у тебя внутри такое, понимаешь? И Женя, Женя, вот это дорогого стоит. У меня был старший брат. И я знаю, что такое унижение. Поверь мне, Макар. Твои вот эти попытки, это такие просто плевки в вечность. Тебя это умиляет. Меня это просто умиляет. В чём дело? Я тебя спрашиваю, что случилось? Я не могу, Степан. Что ты не можешь? Ты сейчас подводишь всю команду. Ты меня подводишь. Это не моя команда, Степан Николаевич. Никогда я не была... Глупо! Глупо и непрофессионально. У тебя большое будущее. А сейчас ты себя просто закапываешь. Батя всё-таки предвзято очень смотрит, потому что он всегда... Макар, я восхищу. Как? Боже, как у меня родился такой талантливый сын. Господи, за что мне это всё? Как я смог? Откуда это в тебе? Боже! Он не наигрывает, реально. Вот так общается. Батя, ну Господи, Боже мой. Спасибо тебе, спасибо. Хорошо. Я тебя тоже люблю. Так что здесь объективность трудно искать. Ну и потом у нас всё-таки взгляды на искусство, на что такое хорошо, на что такое плохо, немножко разнятся. Потому что в каких-то моментах мне его мнение важно, в каких-то нет. Также, я думаю, касательно меня, моё мнение для него тоже. Но всё-таки человек, который 30 с лишним лет в профессии, наверняка он это побольше чуть-чуть понимает. Рассказывай. А что я тебе рассказывать? Куда Бушманов в лес? Так я же тебе уже всё рассказал. С него какие-то уроды бабки трясут. И ты там, бедненький, совсем не при делах, да? Ну, вообще да. А то, что тебя парнишка везунчиком назвал и про бои какие-то говорил, это что? Так я тебе это всё рассказывал. Слышишь? То, что тебя с кем-то перепутали, то ты лапшу для Полякова оставь, понял меня? У меня рабочая христианская семья, в которой отношение к искусству никто никогда не имел. Я говорю, мам, вот меня взяли в театр, я играю роль в «Маленькие трагедии», в Пушнице, играю в Моцарта. Мам, ты понимаешь? Она такая, да, слушай, это же так здорово. А вот ты где-то просто, говорят, ты с Нагиевым сфотографировался, да? Нет, мама, это лошадь. Да, мама, я думаю, ну всё, да что вы говорите, какой Моцарт, какой Саверий, тот Нагиев, понимаете? Ну что, мужчины, спасибо за игру, это была красивая волевая победа. 24 января на сцене ОКЦ покажут спектакль «Соседи», одну из ролей в котором исполнит Наталья Бочкарёва. Бесплатный билет на постановку получит тот, кто первым и правильно ответит на вопрос, как зовут героиню, которую актриса сыграла в знаменитом сериале «Счастливы вместе». Номер для СМС на ваших экранах. Субтитры подогнал «Симон»